всем привет с вами genius а студии екатерина якоблева сегодня я для вас нашла следующие новости закрытие инстаграма что же делать дальше больная любовь как не попасть в лапа абьюзеров тут весна что нового а что старого а также интриги и страсти и звездного мира уже закрыли мак и множество магазинов но случилось кое-что посерьезнее в россии заблокировали инстаграм и под угрозой находятся другие соцсети как жить дальше давайте посмотрим что нам скажет катя пользователи столкнулись с ограничениями в интернет пространстве вместо прибыточной ленты инстаграма белый лист на экране все блогеры на youtube русскоязычного сегмента призывают смотреть их контент исключительно через vpn но твич приостановил выплаты стримером уже 14 марта социальную сеть инстаграм грозились заблокировать в россии такое решение приняло правительство рф холдинг мета хотят признать экстремистским блогеры заранее начали прощаться соцсетью реакция была разная от безразличия и надежды на аналоги до слез и отчаяния хотела сказать я хотел еще сказать что 10 лет я вела инстаграм вы были со мной все эти действия 23 миллиона и почти 400 тысяч подписчиков подряд такие вот дела аж слезы видите накатываются я в полном шоке информации о том что инстаграм могут отрубить в любую минуту я верю посмотрела новости касаемо инстаграма и я пребываю в шоке помимо популярных личностей от блокировки приложения могут пострадать и обычные люди малые бизнесы и инфлюенсеры пользователи начали активно зазывать подписчиков на другие площадки по большей части все перетягивают аудиторию в телеграм или вконтакте но есть и те кто надеется на сохранение соцсети и возможности и пользоваться без лагов хотя бы через vpn количество скачиваний данной программы вы видите на экране последнее время она резко возросло на ютьюбе ситуация следующая руководство платформы прекратила монетизацию русского контента по сути блогеры остались без стройной рекламы а как следствие без заработка многие отчаялись и планируют уходить платформы ну а некоторые открыли сервисы донатов и просят включать опять же vpn перед просмотром новых роликов чтобы просить вас включить vpn и смотреть мое видео через vpn связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу google и youtube в россии авторы больше не будут получать доход от рекламы за просмотры срок ограничений не указан на твиче ситуация проще платформа лишь изредка работает с перебоями и стримером поставили на удержание их выплаты но несмотря на все изменения преобразование не нужно паниковать мы в любом случае останемся в инфопространстве и у нас будут площадки где искать новую информацию или создавать свой контент изменения будут либо в платформе где это делать либо в способе их пользования екатерина буранова джиньюз да конечно будет трудно без инстаграма но думаю мы сможем адаптироваться к новой жизни а пока я хотела бы затронуть важную и актуальную в наше время тему абьюзивные отношения что это и с чем это едят девочки вот вам наглядный пример от вероники привет меня зовут вероника к сожалению многие находятся в абьюзивных отношениях но даже этого не замечают эти без бывает не только физическим но и психологическим сейчас я покажу вам парочку примеров кто эти там пишет оба так андрюху написал завет гулять сегодня как у андрюху читаете не слышал у друга с таким ним дай посмотреть девушкам каким-то общаешься если ваш партнер вам доверяет он не будет просить вас показывать ему свои переписки если нет то это говорит о его неуверенности в себе и желание захватить контроль я кстати сегодня с подругами встречаюсь ты с ними не встретишься почему потому что я хотел провести с тобой этот вечер на импинг твоим подругами не доверяю они мне не нравятся но не обязаны проводить вместе с друг другом 24 на 7 у каждого должно быть свое время я с ними уже договорилась ты не предупреждал меня о том что ты хочешь провести этот вечер вдвоем то есть выбирая между мной и подругами ты выберешь их я для тебя никто это пустые манипуляции не ведитесь на них это сделано для того чтобы вы чувствовали себя виноватыми в разговоре тебе нужно понять что если ты стал жертвой абьюза в этом нет твоей вины по возможности обратить специалисту но если это не помогло оборвись и связи с этим человеком надеюсь вы найдете себе достойного мужчину и будете счастливы тем временем оказывается в кфу студенческая весна сам разгаре а вы знали как работает техническая группа моя подруга сняла для вас этот влог всем привет сегодня в униксе проходит большой концерт студенческая весна давайте посмотрим как тут все выглядит изнутри студ весна единственная в россии программа поддержки развития студенческого творчества однако над картинкой трудится большая команда специалистов это ева она сегодня на позиции режиссера сегодня я сижу за режиссерским пультом показываю какие кадры должны пойти в эфир с ребятами держу связь по рации говорю где нужно настроить фокус это не столько сложно сколько весело вот нужно успеть вовремя переключить камеру чтобы кадры были красивыми в зале работают несколько операторов которые фиксируют происходящее на сцене с разных ракурсов это же я значит стою около сцены снимаю крупники в основном вот что нужно нужно показать наверное как работает принципе камера ну давайте посмотрим пройдем действительно вот это у нас соответственно диафрагма приближать далее приближать далее пока какая красота получается вот еще в принципе да в принципе не сложно но немножко устаешь потому что работа стоячая весь концерт часами стоишь за камерой еще и работаешь вот так выглядит обратная сторона студ весны мне с вами удалось пообщаться с одними из самых важных людей технической группы и как оказалось эта работа очень интересна но не так проста как кажется екатерина буранова анастасия ильина специально для g news а теперь время показать вам свежие новости из мира селебрити там как обычно страсти сплетни и смотрите сами всем привет это полина и это звездные новости копия бывший кани уэс начал мстить ким кардашьян с ее двойником кажется после признания отношений ким кардашьян и пита дэвидсона кани решил больше не прятаться по углам и ехидно показал свою партнершу на вчерашнем матче нба да уж такого бывшего даже не заблокируешь после того как вчера ким выложила фото подтверждение отношений с питом дэвидсоном кани кажется решил сразу же ответить бывший и появился на матче нба вместе с новой девушкой ченни джонс и тебе не кажется она и правда просто копия прошлого возлюбленной рэпера вчера ночью стало известно что пару дней назад хейли бибер была срочно госпитализирована в больницу с подозрением на инсульт в четверг утром я сидела с мужем когда у меня начались симптомы похожие на инсульт и меня отвезли в больницу врачи обнаружили что у меня была небольшая нехватка кислорода но мой организм вывез ее самостоятельно и я полностью вызревала в течение нескольких часов хотя это определенно был один из самых страшных моментов которые когда-либо пережила сейчас я дома и у меня все хорошо и я так признательна и благодарна всем замечательным врачам и медсестрам которые заботились обо мне спасибо всем кто протянул руку с добрыми пожеланиями и заботой а также за всю поддержку и любовь по результатам обследований врачи нашли в ее мозге небольшой тромб который вызывал нехватку кислорода и появление других опасных для жизни симптомов за пару дней до случившегося девушка жаловалась на нарушение речи и движений а также на сильную слабость медики заподозрили что коллапс стал последствием перенесенного к вида но эта теория пока не подтвердилась сейчас девушка уже находится дома и чувствует себя хорошо врачи еще пытаются понять с какими последствиями в дальнейшем может столкнуться хелли надеемся что женой джастина бибера все будет в порядке буквально восьмого марта в интернете поползли слухи о том что валя карнавал нашла парня мечты да после расставания с егором кридом девушки приписывали романы со многими селебами но все же никто не смог угадать реального поклонника тиктокерши однако сейчас в сети появились подтверждения того что парень валя это саша стоун оказывается и саша и валя выложили в интернет одинаковый набор букетов и практически идентичные видео с полета на вертолете а это уже кое о чем говорит как минимум о том что международный женский день блогеры провели вместе и да за неожиданную любовь можно поблагодарить шоу звезды в африке ведь именно за время съемок валя карнавал сильно сблизилась блогером так что посмотрим как история будет развиваться дальше бывшая подружка илона маска рассказала как живет самый богатый человек планеты по словам канадской певицы граймс которую провела с сыном маском три года и родила ему двоих детей он ютится в лос-анджелесе в хибаре размером с однушку всего 37 квадратов там нет никакой охраны соседи регулярно снимают жильцов на видео а сам маск спит на дырявом матрасе и питается чем придется певица рассказала что на восемь дней подряд ела арахисовое масло вот так-то девочки жизнь миллиардером полина федорова джиньюс надеюсь вам было интересно со мной следующий четверг увидимся снова до конца у нас до конца Продолжение следует...